Семечанам разъяснили новшества ЕНТ этого года. Новая работа молодежного театра «Даригай». В семье состоялась премьера спектакля «Даус» по мотивам пьесы драматурга Ермека Аманшаева. А теперь обо всем по порядку. Сегодня в аккорде под председательством Ельбасы Нурсултана Назарбаева состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния Самрук Хазана. В нем приняли участие премьер-министр, руководитель администрации президента и руководства фонда. На совещании была заслушана информация о первых результатах 10-летней стратегии развития Самрук Хазана, начатой в прошлом году, а также о ходе работы по трансформации фонда. Голова фонда Ахмеджан Есимов доложил о ходе реализации программ индустриализации и Нурлыжол. Первый президент страны дал положительную оценку работе фонда в этой сфере. Также он отметил, что затраты на госзакупки в государственных компаниях выросли в пять раз, и на основе соответствующих поручений государственные органы могут внедрить этот опыт. Рабочая поездка главы государства Касымжумарта Тукаева в регионы продолжается. После Кустанайской области он сразу вылетел в Актобе. Это крупнейший индустриальный регион страны. По площади область занимает второе место в стране. В будущем областной центр станет городом с миллионным населением. Глава государства посетил ряд социальных и промышленных объектов региона. Продовольственный потенциал региона высок. Еще год назад Ельбаса говорил, что регион не может полностью использовать внутренние возможности. Так, за рубежом только продуктов приобретается на 800 миллионов долларов. В прошлом году объем производства овощей увеличился в несколько раз. Увеличилось также количество теплиц. Президент посетил одну из них. На площади в 5 гектаров в течение года здесь намерены выращивать 5000 тонн овощей. Сейчас мы обеспечиваем работой около 100 человек. Всех специально обучили агрономы, приехавшие из Голландии. Вся технология тоже голландская. Сорт помидоров завезли. Мясо, которое может выдерживать длительные перевозки. Потому что наша продукция популярна среди иностранцев. Козелорда – столица Риса. Атырау – нефтяная столица. Актобе – родина Хрома. Его запасы составляют более 400 миллионов тонн. Лидеры во всем мире. В рамках проекта «Народный контроль» люди с ограниченными возможностями следят за правилами безопасности на заводе по камере. В случае обнаружения их несоблюдения отправляют данные факты ответственным структурам. Только за неделю было выявлено более 50 нарушений. Мы поддерживаем эту инициативу, поскольку на производстве высок риск получения травм. Но такая работа нужна. Важную роль играет проект, который привлекает трудящихся в плане социального обеспечения. Это очень важно. Всем желаю здоровья. Помимо Хрома, Титана, регион начал производить песок и глину. До этого строительная отрасль обеспечивала керамическими гранитами только шимкенские заводы. Теперь Актобе будет выпускать 5 миллионов квадратных метров керамического гранита в год. Кроме того, будет создано 205 рабочих мест. Завод керамики – проект итальянских инвесторов. В связи с тем, что наша Актюбинская область занимает первое место по логистике, через нас можно выйти во все регионы. Через Казахстан, в Россию и Центральную Азию. Вторичные низкие тарифы на электроэнергию, освещение, канализацию. Далее президент посетил региональный турнир борцов, а также принял участие в научной конференции по охране здоровья населения. Лечение заболеванием – главное профилактика и предотвращение болезни – сохранение здоровья. Поликлиники, которые были три года назад, несравнимы с сегодняшними современными центрами. На встрече с населением региона Касымжумар Тукаев отметил 8 задач, которые будут способствовать развитию. Первое – предоставление земельных участков для 170 тысяч человек, стоящих в очереди. Конечно, это не та проблема, которая решается за один день, отметил президент. Но не стоит забывать о том, что более 64 тысяч человек живут во времянках на дачах. И прежде чем выдать этот земельный участок, местные власти не должны забывать об инфраструктуре. Второй вопрос – низкая заработная плата населения. Средняя зарплата в областном центре составляет 141 тысячу тенге, по республике – 160 тысяч тенге. У некоторых сел есть значительная разница в объеме доходов. Руководство области должно решить этот вопрос. Это сложный вопрос, но он непременно должен быть разрешен. Заработок всегда влияет на социальное положение граждан. Вопрос повышения заработной платы всегда будет в зоне моего внимания. Объем доходов населения станет показателем работы Акимов области. Третья задача – развитие малого и среднего предпринимательства. Четвертая – развитие региона как транзитного хаба. Для этого необходимо отремонтировать все дороги, ведущие в районы и села. В частности, необходимо решить вопрос ремонта автомобильных дорог Актобе-Канде-Агаш, Актобе-Хрумтау, Канде-Агаш, Шалкарх, Иргиз. Пятое – качественное образование. Образование должно быть доступным. До 2027 года необходимо решить проблему аварийных школ и трехсменных школ. В Актобе – 13 трехсменных школ и 3 аварийных. В очереди в детский сад стоит 26 тысяч детей. Поручаю Акимату области решить этот вопрос. Президент поручил принять комплекс мер по поддержке молодежи. Это седьмое. Актобе превратился в центр, который вносит большой вклад в продовольственную безопасность. Если развивать агросектор, будут созданы новые рабочие места, будут расти темпы экономики. Поэтому я уделял особое внимание обновлению сельхозформирования на своей платформе. Не стоит говорить о развитии села без обеспечения их светом и водой. Надо усилить ответственность местных Акимов, усилить контроль над финансами. Экономика Казахстана прежде всего зависит от состояния регионов. Это последний вопрос, на котором глава государства сделал свой акцент. В стране будет создано агентство по регулированию финансового рынка. Сегодня депутаты Мажелиса одобрили в первом чтении поправки по развитию финансового сектора. Будет заново создан Национальный банк Казахстана. Главное – устранение недостатков в сфере налогообложения. Об эффективности нового агентства – наш следующий видеоматериал. Новый закон должен защищать права потребителей финансовых услуг. По словам спикера Мажелиса Нурлана Нигматулина, по поручению первого президента Нурсултана Назарбаева будет создан новый персональный орган, который будет регулировать финансовый сектор и работу банковского сектора. Необходимо особо подчеркнуть, что значительная часть законопроекта направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг. Особенно в сфере потребительского кредитования. В интересах населения вводится регулирование деятельности ломбардов, кредитных организаций, организаций онлайн-кредитования. Именно в адрес этих организаций сегодня приходится значительное количество жалоб населения на нарушение условий кредитования и непомерно высокие ставки вознаграждения и комиссий. Эта организация подотчетна непосредственно президенту страны. Деятельность Национального банка будет тесно связана с работой нового агентства. Как было сказано на заседании, жалобы граждан, касающиеся ошибок в налоговой отчетности, должны быть разрешены в кратчайшие сроки. Самое главное – завершить интеграцию баз данных министерств, непосредственно связанных с налогами. То есть предусмотрено обеспечение старой стабильности, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие платежных систем. Большая часть законопроекта направлена на защиту прав потребителей. Другими словами, надзорный орган будет регулировать работу около двух тысяч организаций, ставить на учетную регистрацию. Предполагается увеличение затрат для предпринимателей, занятых в данной сфере. Не приведут ли предприниматели к увеличению расходов и расходам потребителя? Нет лишних расходов, так как мы предоставляем время с 1 января до 1 года после регистрации. Согласно документу, за неисполнение требований Национального банка по устранению нарушений в рамках валютного законодательства, в отношении банков предусмотрено административное взыскание в размере 15 МРП. Это 37 875 тенге. При этом, если в течение года эти действия повторятся со стороны банков второго уровня вновь, будет взыскиваться штраф в размере 15 МРП. Сумма, конечно, небольшая для банков, поэтому было сказано, что до второго чтения необходимо ввести штраф в соответствии с уровнем банков. В целом, 42% рассмотренных дел в 2018 году приняли участие в банковских спорах. Новые требования разработаны по представлению Верховного суда. Они окажут положительное влияние. Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков разместится в Алматы. Работа агентства начнется с 1 января 2020 года. Документ одобрен депутатами в первом чтении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание прошло в семье с участием заместителей Акимов семьи и районов, руководителей отделов образования, директоров колледжей и представителей неправительственных организаций. Как было отмечено на встрече из 51 несвершнолетнего, совершившего правонарушение в первом квартале этого года, 53% или 27 детей являются студентами колледжей. По словам Асимы Нусуповой, это тревожный сигнал, требующий принятия соответствующих мер. В частности, на заседании были обсуждены меры по трансформации сети организации образования для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Рассмотрена работа органов опеки и попечительства, вопросы профилактики правонарушений и суицидов среди несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях профтехобразования. На сегодня в области действует 86 колледжей с охватом 35 тысяч студентов, из которых более 20,5 тысяч являются несовершеннолетними. Поэтому, подчеркивает Асим Нусупова, необходимо нацелить всю работу задействованных структур и учреждений на исключение негативных показателей среди учащихся колледжей. Нет плохих детей, подчеркивает зам Акима. Есть плохая работа, плохие условия и безответственность родителей. Моя точка зрения, как гражданина, как человека и как ответственное лицо, курирующее отрасль образования в области и председателя областной комиссии, мы не имеем права говорить, что причиной является неблагополучная семья или студент. Еще более вот эта вот фраза меня убивает из многодетной и малообеспеченной семьи. Так что, многодетная и малообеспеченная презумпция, что пойдет воровать, поэтому, поэтому вот этот крен надо убирать. Еще раз повторяю, это недопустимо. Нет такой причины. Зарубите себе на носу. Первое мое предупреждение к управлению образованием. ЕМТ не за горами. В этом году формат вступительного экзамена не изменился, но введен ряд новшеств. В первую очередь изменился классификатор специальностей. Государственные гранты теперь будут присуждаться по группам образовательных программ, каждая из которых может включать в себя несколько специальностей. Для выпускников, поступающих в медицинские вузы, введен еще один экзамен – психотест. Подробнее об этом и многом другом было сказано на общекратском собрании с участием учителей и родительской общественности. Организатором встречи выступил городской отдел образования. Ежегодно Министерство образования вносит изменения в ЕНТ. Не стало исключением и нынешний год. Общий же формат тестирования остается прежним. Это 120 тестовых вопросов по пяти предметам. Максимальное количество баллов, которые нужно набрать – 140. Главным новшеством в этом году стала возможность сдать ЕНТ четыре раза, что увеличивает шанс выпускников поступить в вуз и просто проверить свои силы. Конкурс грантов проводится только по результатам основного июньского ЕНТ. Еще одно новшество – изменился классификатор специальности. То есть теперь выпускник будет выбирать не специальность, а группу образовательных программ. В этом году уже нет, как в прошлом году, распределения грантов по специальностям. По новому классификатору в этом году есть группы образовательных программ. То есть гранты будут распределяться на группы образовательных программ. В одну группу образовательных программ может входить несколько самих образовательных программ. То есть по старым, можно сказать, специальностей. Он может выбрать до четырех групп образовательных программ. То есть, если у него комбинация, предположим, математика-физика, он выбирает четыре группы образовательных программ, у которых аналогичная комбинация. Конкурс на гранты проходит в рамках каждой группы образовательных программ между претендентами. После присуждения гранта и зачисления в ВУЗ абитуриент может уже выбрать ту или иную специальность внутри своей группы программ. Полный же список образовательных программ можно найти на сайте Национального центра тестирования. Хорошая новость для выпускников колледжей. При поступлении в ВУЗы на родственные направления по сокращенным срокам обучения на платной основе, они освобождаются от сдачи ЕНТ. Выпускники колледжей, желающие продолжить свое обучение по этой же специальности, они могут без экзаменов на основе собеседования или внутривузовского экзамена поступить в высшее учебное заведение. Это очень хорошая возможность и этим многие дети воспользовались. То есть в этом году всего лишь 35% выпускников подали заявление на участие в ЕНТ. То есть они будут бороться за грант. Также освобождаются от участия в тестировании лица, имеющие международные сертификаты IELTS и TOEFL по профильному предмету английский язык. А для выпускников, поступающих в медицинские ВУЗы, наоборот, добавился еще один обязательный экзамен – психотест. В связи с этим у родителей возникли вопросы. Ученик хочет поступить в медицинский университет. Если он успешно сдаст ЕНТ, но не пройдет психотест, его что, не примут в ВУЗ, мы не понимаем. Да, если ваш ребенок сдаст ЕНТ, но не сдаст психотест, он уже не сможет обучаться в медуниверситете. Этот психотест проводится в стенах самого высшего учебного заведения. И они сами уже потом принимают. Надо отметить, что у выпускников есть дополнительные возможности. Помимо государственных грантов, третий год предоставляются и гранты местных исполнительных органов. К примеру, в прошлом году по области выделялось 400 таких грантов по техническим, педагогическим и сельскохозяйственным направлениям. Отбор претендентов осуществляется по количеству баллов. Разъяснение по всем интересующим вопросам можно получить в приемной комиссии, работающей по адресу улица Глинки, 20А. Отметим, что с этого года впервые введена онлайн-регистрация участников сдачи ЕНТ. То есть выпускники, не выходя из дома, могут заполнить заявку. Сроки проведения тестирования прежние с 20 июня в три потока, между которыми будут дни приема заявлений на апелляцию. Отметим, что в этом году из школ семей Бескарагальского, Бродульхинского района и города Курчатов в общей сложности выпускаются 2400 учеников. Более 75% из них, или порядка 1800 человек, будут участвовать в сдаче ЕНТ. Сауля Бегалиева, Илья Сабитуле, телеканал «Семей». В «Семей» состоялась премьера нового спектакля «Даус» молодежного театра «Дарьгай». Спектакль поставлен по мотивам пьесы «Злюген Бесов Жиры» писателя и драматурга Ермека Аманшаева. Кроме того, впервые в нашем городе и перед премьерой было показано короткометражное представление в жанре перформанс. Подробности в видеосюжете. Впервые в нашем городе поставлен спектакль «Даус» в жанре трагикомедия. Этот жанр нелегко понять, однако он отражает действительность. Перед началом премьеры впервые был поставлен перформанс «Серая зависимость». Это небольшое представление, связанное с темой самого спектакля – диалог между театром и художниками. В семье его впервые поставила молодой художник, член Евразийской творческой гильдии Лондона Кульдана Журкибаева. «У нас у всех есть голос, который, к сожалению, молчит. Если он кричит, то он только кричит внутри. Его никто не выдает. Почему? Потому что, чтобы сказать о себе, заявить и какие-то сделать протесты, надо говорить об этом. То должен быть крик души. И в этом перформансе я тоже самоотражаю. То есть есть большой внутренний бунт, скажем тогда, манифест, но вынуждены молчать». Спектакль поставлен в направлении сюрреализма, который совмещает сон и реальность. По сюжету спектакля 27-летний молодой человек, который ищет свой жизненный путь и при этом слушает свой внутренний голос, устал психологически и не может понять, где он находится – во сне или в реальности. Спектакль поставлен в направлении абсурда. «Абсурд. Это может быть сложно для зрителей, непонятно. Каждое действие связано с декорациями. Оформление может быть в какой-то степени непонятным, однако за этим кроется большой смысл. Мы надеемся, что все его поймут. Да, тяжело, но кто-то же должен начать направление абсурда. Семичане тоже должны увидеть это. Я думаю, мы делаем смелый шаг». К примеру спектакля посетили представители интеллигенции города, молодежь, а также педагог-режиссера Гаухара Дай, заслуженный деятель Республики Казахстан, специально приехавший из города Нур-Султан Саулибек Аслхан. Он отметил, что гордится работами своих учеников и тем, что они пользуются успехом. «В народе есть такое выражение – дерево красит листва, а педагога – его ученики. Я специально приехал из столицы, чтобы посетить премьеру. Это уже вторая работа моей ученицы, режиссера Гаухара Дай. Я считаю, что я очень счастливый человек, потому что я вижу плоды моей работы. Я рад, что она реализует свои идеи на сцене». Главную роль исполнил Одинжан Сирикалиев. Также в спектакле были задействованы студенты актерского отделения, для которых это уникальный шанс набраться опыта на профессиональной сцене. «Конечно, немного сложно понять, потому что здесь есть направление сюрреаля, сюрреализма, абстракционизма, космополитизма. Кто-то знает, кто-то нет, кто-то просто не понимает. Поэтому может быть сложно. И все же я думаю, что этот спектакль будет успешным». Спектакль захватывает зрителей необычными декорациями и постоянным движением актеров на сцене. Теперь он вошел в репертуар молодежного театра. Поход Гульказец, Ернур Калелов, Телеканал «Семей». Напомню, что наши новости вы можете также посмотреть с помощью приложения «Казахстан ТВ», бесплатно скачав его в Play Market и App Store. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин